По устоявшейся традиции первая часть районного оперативного совещания посвящена чествованию людей, немало сделавших для развития нашего района. Поводом может быть юбилейная дата, как, например, у почетного гражданина Щелковского района Ивана Сергеева или директора Щелковской и Шелкоткатской фабрики Владимира Прозорова. А может события даже не районного, а федерального масштаба, например, выборы в Государственную и Московскую областную думы. Спасибо всем политическим партиям, которые показали, я считаю, в Щелковском районе высокую культуру. Вот такой политической борьбы. Благодарность администрации получили главы всех поселений за то, что смогли создать у себя условия для проведения выборов организовано, честно и открыто. Служу в Щелковском муниципальном районе. Об итогах выборов подробно рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Малинин. Он назвал их самыми масштабными в истории современной России. Почти 37% в районе составила явка, что выше среднеобластной. В Госдуму избиратели Щелковского 127 округа делегировали представителя ЛДПР Сергея Жигарева. На основании общих итогов голосования в округе уверенно победу одержал кандидат Жигарев с результатом 62 049 голосов. Что составило 33,43%. Данные выборы были признаны состоявшимися и результаты действительными. В областной думе Щелковский район представят сразу три депутата, все единороссы. Округ номер один Владимир Шапкин, номер 14 Иван Жуков, номер 17 Ирина Слуцкая. Выборы прошли, отметил на совещании руководитель администрации района Алексей Валов. Но это не повод сбавлять обороты в работе. Напротив, впереди еще больше дел. Прежде всего продолжатся регулярные встречи с жителями в микрорайонах и поселениях. На них как раз и формируются дополнительные программы развития той или иной территории. И мы будем дальше продолжать формат открытых встреч. И дальше будем получать ту необходимую связь, которая позволит нам делать правильные шаги в деле развития Щелковского муниципального района. Прошу всех уважаемых коллег наших региональных структур, федеральных структур, конечно, бывать на наших совещаниях, бывать на наших встречах. И понимать, что без них у нас движение вперед будет замедленное. Необходимо помогать во всем. В качестве примера Алексей Валов привел помощь почетного гражданина и неравнодушного человека Ивана Сергеева в решении вопроса строительства моста через Клязьму. Этот проект скоро станет реальностью. Кроме этого, продолжится программа строительства социальных учреждений. Во-первых, в строках школа в микрорайоне Солнечный, пристройка к школе в Медвежьих озерах и другие объекты. В программу мы включаем еще три дополнительных социальных объекта школ и пристройка к школам, и один садик реконструкция. Это будет уже на 2017 год. То есть по соцобъектам у нас было, есть и будет поступать на движение вперед. И мы должны добиться, чтобы в школе все наши детки учились в одну смену. С информацией о развитии сельского поселения Огудневское выступил его глава Николай Сорокин. Поселение в этом году сделало настоящий рывок вперед, отметил Алексей Валов. Стоит напомнить, открытие фельдшерского пункта в поселке Клюквиной, зоны отдыха в деревне Протасово, реализуются 10 инвестиционных проектов. Проблемные вопросы поселение решает вместе с районом. Но, пожалуй, самые актуальные на сегодня темы находятся в ведении замруководителя администрации района по ЖКХ. Отопительный сезон и программа капитального ремонта. На соцобъекты, по словам Дмитрия Манина, тепло подали вовремя, до конца прошлой недели. По отоплению жилого фонда вопросы будут сняты на этой неделе. Все они нам понятны. Это Бахчеванжи район. 15 домов, которые питает у нас котельное министерство обороны. Это Загорянка, которая питает у нас министерство обороны. Это микроорган солнечный, где у нас есть небольшие проблемы по газу, которые мы с ними в течение двух дней. На этой неделе все проблемные вопросы будут сняты. По военному как будут вопросы сейчас? По военному до 1 октября. Что касается выполнения программы капитального ремонта жилых домов, то предыдущие два года Дмитрий Манин назвал провальными. Например, в 2015 году из 114 запланированных домов отремонтировано только 67. Позитивный сдвиг ожидается в этом году. Сейчас на данный момент мы собрали все дома, которые были не выполнены в 2015 году, по которым не состоялись акционы в 2015 году. Добавили 20 домов согласно программе военных городков. В итоге у нас получилось, что по фонду капитального ремонта работы будут проводиться на 172 квартирных домах. Это очень неплохой, я считаю, показатель. Алексей Валов поручил держать вопрос капремонта на особом контроле. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».